Дружба 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 у нас серые а у тебя какие будут цвета у меня вы черный белый и бежевый бежевый или до светло такое желтовато коричневый да ну что мы потихоньку начинаем лепить я начну с туловища зайчика то есть я разделю а ты начнешь головы давай сразу показывай как ты будешь лепить чтобы все видели и так у меня туловище давай кто быстрее мы сделаем челлендж да но будет быстрее они немножко похожи делаются как зайчик как ёжик как мышка только бабочка по-другому да вот сейчас я уже зайчику сделала вот такое полемка это будет туловище так теперь мне для зайчика нужна голова я серый делаю еще делаю шарик и я делаю заготовочки да теперь мне для зайчика нужны будут ножки и ручки а у меня серого не очень много вот придется мне еще взять серый вот я нашла если ребята у вас вдруг не хватает какого-то цвета делайте наших героев разноцветными потому что это сказка не обязательно чтоб они у нас были прям вот серые при серые белые при белые они могут быть разноцветнее и чем разноцветнее тем лучше хотите покажу какой у нас есть заяц разноцветный при разноцветной смотрите смотрите и это заяц и он выполнен в технике мексиканской игрушки его дел до мир так что зайцы белки ежики и мышки могут быть совершенно разные да главное ваша фантазия фантазия ну что лепим дальше так вот у меня прям будут ручки и ножки я беру две колбаски раскатываю так а мне еще нужно будет ушки а я ушки буду делать ему другого цвета можно так для ножек у меня будут я буду делать колбаски а у меня будет мышка вот такая вот такая мышка это что такое тебя лапки лапки смотрите какие у меня будут ножки радужные зайка он скакал по грязи и наскакался как делать колбаски можно нужно крутить на столе дамир что у тебя там уже прикрепляется показываю ребятам чтобы они могли тоже делать да у меня уже прикрепляется лапки лапки а для чего мы делаем игрушки чтобы разыграть роль разыграть по ролям сказку да для младших например братьев сестер либо когда к вам придут друзья вы могли вместе поиграть на каждый будет своим героем и у каждого будет а что тебе нужно серый серый а если будет не серая коричневый пози каш на давай сделаем как мексиканской игрушки пузико аж зеленая или фиолетовая нет не хочет давай желтенькая пузико вот смотри есть оранжевенький такой пойдет пойдет желтенький а где мы тебе возьмем вот у нас есть а у тебя уже есть желтенький замечательно смотрите у меня такие колбаски есть сейчас я их буду скручивать раз два три 4 5 лапка зайца появились вот такая улиточка смотрите у меня получилось дайте вторую лапку попробуем как здорово получается как я придумала у меня быть необычный заяц а заяц как пружинка который будет прям вот скакать прискакать о какие у меня получились улитки привет дамирка я могу из нее сделать улитку если только приделаю голову голову и рожки смотрите теперь мы эти ножки улитки прикрепляем к зайчику вот так я возьму мне нужно сделать пузико 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 делаешь а у меня так у меня у зайца есть голова у меня теперь нужно сделать лапки вот такой пузико да классная пузико пузико еще не делал так лапки у меня похоже на что у меня похоже лапки на грушу и 2 лапка у меня будет тоже похоже на грушу у зайца появляется лапки передние вот вот такой у меня зайка так смотрите чтобы у вас зайка мог крутить головой в разные стороны и смотреть нам нужны зубочистки мы ее сломаем пополам возьмем голову и прикрепим туловище смотрите заяц может крутить головой так мне нужны уши уши у зайца будут необыкновенные уши будут розовые уже ручки делаешь замечательно вот такие два шарика для ушек сейчас мы сделаем также раскатаем колбасками катать можно по столу а можно по ладошкам если у вас плохо получается приглашайте старших братьев и сестер или мама и папа такой на что тело у меня смотри два уха может не сделать цветными как у того кролика можешь сделать ними а какого цвета мне сделать у меня серенький ушки у какие можно можно сделать коричневый чуть-чуть возьмем коричневого если у вас есть остатки старого пластилина не бойтесь используйте его и у нас зверюшки будут разноцветными и очень необычными так я попробую сейчас сделать ушком коричневенькие так проверим да они должны быть чуть по длине и делаю закатул очки вот и сейчас я буду сплющивать расплющивать а я уже приступаю делать кулаку и вот так я их соединю вот у меня сплющенные расплющенные уши и прикрепим внутрь розовенькую вот с этой стороны я думаю уши прикрепить ему на зубочистки чтобы они лучше сдержали на зубочистки ушки так как видите они у нас двойные я вот забыла можно было сделать заранее между и слоями прям зубочистку в принципе у нас так хорошо получил мне получилось уже голова голова получил замечательно если длинные ушки то желательно наверное дано зубочистка чтобы они держались вот а я сейчас делаю хочу пушки сделать необычными а странными при странными рисунками меня зайц быть необычным вот такой для этого нужны специальные палочки которые продаются в кулинарных магазинах или в магазинах для художника мы где покупали читай городе читай городе мы покупали да для тех кто любит хиппить вот уши мы надели одно ухо вот зайка а ничего не хватает у нас у нас не хватает носика и глаз мордочку вытянут а у зайки наверно мордочка у меня не будет я знаю как чтобы мне его не вытягивать мы здесь возьмем коричневый как на ушках чуть-чуть сделаем такую лепешечку и я вот так вот ему прикреплю вот такая лепешечка будет у меня зайки вот эта мордочка которая вытянута можно вытягивать за можно не вытягивать так сейчас мы сделаем носик у зайки а носик может тоже розовенький такой при розовенький носик будет вот так вот носу зайца а мне нужно беленький вот я вижу такие кусочки беленькие зелененькие мы сейчас сделаем два шарика один больше не отлепляется помогаем как блинчики я буду уже успеваю делать сейчас нужно сделать зрачок черный маленький кружочек класс класс у меня уже сделан ротик у тебя есть ротиком здорово я сейчас буду делать тоже ротик но я буду делать ротик с помощью инструментов проведу глазки вот заяц готов что-то еще нужно ему сделать нашему заяцам может что-нибудь я вообще что-то придумаешь сейчас придумаем может ему сделать такой дяденька заяц получился дяденька при дяденька серьезный заяц наверно взрослым делай чтобы он был такой не такой серьезный я ему message сделаю язычок нет вот у него язычок можетaksу морковку дать давайте дадим ему морковку а то такой серьезный заяц пришел как Дамирка бывает очень серьезный как вы думаете, когда дети очень серьезные бывают? скажи пожалуйста, чтобы взрослые знали когда дети у нас серьезные и пресерьезные это я когда серьезный когда ты серьезный когда нужно занять первое место в Brawl Stars это что такое? это игра вот такие игры сейчас у наших детей и вы знаете что мы должны знать мы должны знать всех героев иначе мы не будем в авторитете у наших деток так, ну ладно Brawl Stars мы потом делаем я доделаю морковку на мой заяц будет с морковкой вот с такой большой он уже собирает урожай, чтобы на всех хватило вот, заяц есть один герой готов я уже почти готов я уже почти готов у тебя уже почти готов у меня есть заяц теперь что мне нужно лепить? мне нужно лепить бабочку а ты вот куда-то ушел и спрятался никто не видит что ты там делаешь ты такой тайный ребенок а вот давай я буду лепить бабочку тело у бабочки мы решили будет зеленое а вы знаете что бабочка это насекомое? да это насекомое у насекомых из чего отрула состоит из скольких разделов? из трех значит это что у нас будет? какие отделы? попка голова голова и тело а у меня уже голова готова ух ты как здорово вот у меня у бабушки уже три отдела готовы сейчас я буду заниматься крыльями а из кого появляется бабочка то? бабочки то откуска и из гусеницы сначала гусеницы на деревьях грызут пригрызут листву да съедают потом они окупливаются превращаются в такие коконы и внутри появляются потом бабочки а сколько дней живут бабочки? бабочки вообще один день живут нет они где-то недели недельку жить будут да вот он думает что недельку а я думаю что бабочки живут вообще один день но в нашей сказке пусть бабочки будут жить долго так крылья крылья у меня вот крылья могут быть разные какие вы хотите у меня вот они будут вот вот такие как лепесточки у цветочков а у меня я уже делаю вот мои мышки с сырочком мышка с сырочком будет да ну что за мышка что за красавица так у меня два крылышка есть теперь будем делать оранжевый чтобы были одинакового размера всегда нужно брать шарики пластилиновые и уже смотреть они ровненькие или неровненькие только потом уже их плющить либо раскатывать все что вы хотите с ними делать так ты что делаешь на мир никто не видит что ты делаешь сырок вот сюда смотри пальцы вот сюда сырок смотрите он втихаря я знаю для чего он втихаря это делает знаете для чего чтобы сырок у него такой аппетитный он его прям съесть хотел наверное да не наелся знаете что он сегодня сам пачку печенья съел никому не оставил как мышь прям настоящая а знаете что он делает мне кулак показывает нет да нет нет вот у моей бабочки появились еще два крыла она у меня такая прям вот растакая бабочка прям вот такая растакая два крыла сейчас я буду их украшать крылья здесь уже может быть сколько угодно вашей фантазии на что она у вас только способна украшать бабочку одно удовольствие можно фантазировать а у меня уже мышка готова ой у нас уже второй персонаж готов здорово два героя есть ля-ля-ля посмотрите какая мышка я еще хотела ей хвостик приделать вот у нас есть мышка и есть дайка теперь ежик теперь ежика делаем какая проблемка есть ну и он слишком твердый слишком твердый знаете что пластилин бывает слишком твердый для этого нужны папины или мамины заботливые руки да ну давай ежик будет у нас не белый давай нет, чтобы сделать ему глазки а, глазки, а мы и найдем белый всегда в закромах коробок я яичницу нашел есть у нас яичница так, бабочка у меня чуть-чуть прилипла закрома, да, вот знаете, какие у нас закрома, смотрите у нас закрома пластилиновые всего никто не видел, я убрала ну и что? размял? нет так, сейчас я бабочку доукрашиваю так, давай, давай, делай для бабочки надо, подожди, подожди давай, никто не видел, что мы тут делаем мы тут за кадром деремся вот что мы делаем, мы разминаем заботливые мамины руки разминает пластилин потому что руки ребенка который сажал целую банку печенья не могут это сделать давай, все, я тебе размял, смотри надо быстрее делать, ежика а то мы с тобой поиграть не успеем ты гулять идешь ну, давай, все, смотри а у нас, смотрите, тут смешались цвета и у нас ежик будет прям фиолетовый поэтому я и говорила а смотрите, как здорово получается красиво, у нас ежик будет прям необычный, необычный ежик вот, все, смотри, уже мягко на, держи так, я бабочку продолжаю делать вот получаете? да, а кстати, помните то, что в сказках всегда говорили то, что ежик всегда любит грибы на самом деле это неправда ну да, правда что ли, да? что неправда? он больше всего любит яблочки, чем грибы а вообще, ты знаешь, что ежики, они хищники и вообще, вот если вы увидите ежик, ребята его не надо кормить молочком потому что для них это вредно и опасно ежик, хищник он ест маленьких червячков маленьких насекомых жучков поэтому молоко ему совершенно не нужно вот у бабочки появились рожки вот такая у нас бабочка, которая будет летать так, ей, наверное, нужно крылышко а вы знаете, чем еще отличаются насекомые? чем? что у них на туловище есть? у них есть как они там? носички носички поэтому вы сразу можете узнать если на туловище есть носички это будет насекомое а заяц? а вот паук это не насекомое а это паукообразное, да? потому что у него 8 лапок а у всех насекомых 6 слушай, а мы будем бабочки делать лапки? или пусть так летает? вот она будет летать, да? лапки она вот, у нас есть бабочка давай я тебе буду помогать хорошо что мне делать? говори делать а, разминать хорошо а ты давай быстренько лепи туловище готово? мы еще иголочки мне нужно а, иголочки мы будем из какого делать? из вот этого вот из этого это я на иголочки делаю да? то есть мне много колбасок надо сделать, да? угу хорошо мы сделаем много колбасок а давай сделаем что у нас в курточке чтобы нам только на голове сделать ему колбаски? или на все туловище? на все на все? ну давай тогда быстрее лепи лепи, чтобы ребят видели, что ты там делаешь а то ты там тайный такой спрятался А вы знаете, чем отличаются зайцы от кролика? У кролика уши загнуты. Уши вдоль туши, да, они опущены. А у зайца? А у зайца они прямые. Они торчком стоят. А у зайца ноги длиннее, чем у кролика. Кролик практически как свинка морская. Он ползает, да, у него короткие ножки, и он не может далеко бегать. А у зайцев ноги длинные, и они могут длинные расстояния большие преодолевать. А еще кролик очень домовитый, да, и он любит потомство. У него очень много потомства. Он живет в норках, делает припасы там, и далеко от норки не уходит. А заяц наоборот. Заяц не делает никаких нор. Только если спастись от врагов. Да, а так он перемещается на большие расстояния, и как очень жаль, да, но потомство он свое иногда бросает. И у него немного потомства. То есть он их кидает и убегает дальше. Вот в этом отличие от кролика и зайца. Кролик больше на кенгуру похож такой. Он скачет очень сильно. И у него очень сильные лапы, он может даже драться ими. А кролик, он практически не дерется. Он очень мирный. Вот. А мышки, мышки, они грызуны, да? Да. Мышки бывают полевые. А еще мышки бывают домашние. Это те же полевые, но которые живут дома. А почему они живут дома? Потому что есть что поесть. И когда самим лень добывать еду в полях, мышки приходят в дом человека и едят то, что дети разбрасывают. Например. На полу, да? Или где-то завалилась. Вот мышки чистят. Но тем не менее они еще и вредят, да? Потому что они могут драть обои, грыз стенки, чтобы пробиться к еде. Поэтому, ребят, мусорить дома не нужно. Иначе придут мышки и съедят ваше все самое вкусное. Особенно если вы на ночь забудете это все на столе. Все ваши печеньки будут вкусны. Поэтому соблюдайте дома чистоту. И никогда не ешьте, не разбрасывайте продукты, где попало. Вот. А бабочки чем питаются, ты знаешь? Они питаются пыльцой. Пыльцой. Они летают цветка на цветок и питаются пыльцой. Очень вкусные, наверное, да? Да. Как здорово. Я, наверное, хочу быть бабочкой. Буду есть пыльцом. А, тортики? А, тортики. Ну, тортики нет. Тогда бабочкой не будут. Тортики важнее. Ну, что у тебя там получается? Вот. Я разметила, где можно делать иголочки. Да. Хорошо. Так. У меня колбаски уже есть. Сейчас я эти колбаски буду резать. О! Смотрите, какой ежик красивый. Я ему делаю, буду делать сейчас ротик. Иголочек. А я делаю иголки. Так. Вот. Сейчас, когда колбаски нарезали, мы будем делать немножко с одной стороны приплющивать. У меня уже делаем ротик. Есть ротик. А у меня есть пару иголок. Давай, прикрепляй иголки. Уже, которые есть. Прикрепляем их на голову. А вы знаете, для чего ежик иголки? Чтобы переносить середу или обороняться. Обороняться. А как ежик обороняется? Он сворачивает скупку. Ага. А как можно ежика раскрутить? Как? Если его подбрасывать. Если подбрасывать. А еще как? Если его опустить в воду. Да. Вот. И есть сказка такая про ежа и лису. Когда лиса толкала ежика к воде, чтобы он раскрутился. Чаще всего иголки нужны больше для того, чтобы перетаскивать еду. Да, как и на мультиках, и в сказках показывают. Так как все-таки ежик это хищник. Он не ест то, что нам показывают в сказках. И он совсем недобренький, между прочим. Раз он тоже хищник. Но другие хищники иногда бывают... Вот. У меня уже сделано вот такое. Вот. Смотри, какие иголки. Он прям у тебя такой. Там ежик при ежик. Надо еще иголки-то, да? Да. Вот. Мы сделаем разные. Да. Потому что иголки. Их очень много. Вообще, иголки это как шерстка. Но они более... Да. Они как бы... Такую структуру... Вот представляете, если елка или и лиственная, да? Береза. Вот ель, это тоже такие же листочки. Но листочки, они со временем скрутились в трубочки. И как чешуйки стали, да? У елочки. Для того, чтобы ель... Поэтому она не сбрасывает листву, потому что все питательные вещества там как бы консервируются. Вот, наверное, у ежика иголки это такая же шерстка, которая по каким-то причинам, да, со временем стала вот такой вот колючей. То есть, как елка, если сравнить, да, елку и березу, то вот мышка это будет березка, да? А ежик это будет елка. Вот у него такие и колючие. Какие-то будут колючие. А если у него лапки делай? Я сейчас сделаю. Только сначала нужно иголочки все прицепить. Давай. Потому что если вы будете сначала делать лапки, то потом иголки будет очень сложно прицеплять. Закреплять, да? Да. То есть мы сначала иголочки идем по краю, а потом... Будем все посередине. А потом посередине. То есть иголок нам нужно много, да? Для этого зовите ребят на помощь маму, папу или друзей. Как раз очень хорошо, да, с друзьями договориться, чтобы разыграть сказку, каждому дать героя. Каждый делает для себя героя. И потом эту сказку вместе, да, разыгрываем. А знаешь, что это за сказка? Это сказка про дружбу. Потому что у нас с вами сегодня в нашей школе день друзей. И сказку, которую мы с вами слушали, она про дружбу. Как ты думаешь, что такое дружба? Дружба – это когда нужно очень хорошо дружить и можно приходить на помощь. То есть если ты постоянно приходишь в гости, к тебе приходят в гости на вкусняшки, постоянно с тобой гуляют в огороде или во дворе. Это друзья? Да. Точно? И еще, если твой друг попал в беду, то ты должен его всегда вручать. А, вот если у тебя что-то, какие-то проблемы, то кто будет? Вот вы все гуляете, да, на улице, вот целая компания. Вот ты упал. Один засмеялся, другой помог тебе подняться, третий помог отряхнуть штаны. Кто из трех твой друг? Второй и третий. Второй и третий, да. Те, кто смогли прийти на помощь, те друзья. А те, кто с вами красиво гуляет, да, но когда у тебя вдруг возникли какие-то проблемы, и он рассмеялся, это просто сосед, да, или кто-то из компании. А вот настоящий друг, это когда он сможет в трудную минуту помочь, прийти на помощь. Вот у нас уже такой ежик. Вот у нас ежик. И вот в этой сказке, ребята, если вы слушали внимательно, вы узнали, что, что же там было, помнишь? То, что бабочка хотела с ними дружить, да, а они ее не принимали, да, мушонок и ежик, почему? Она была не такая, да? Да, она не могла бегать. Она не могла бегать. Видите, ребята, рядом с вами могут жить дети, которые не обязательно могут бегать, которые могут отличаться от вас. И дружить они могут гораздо лучше, тем тот, кто похож на вас, кто может бегать, прыгать рядом с вами. Поэтому будьте добры ко всем, даже тем деткам, которые не похожи на вас. Деткам, которые могут болеть чем-то, либо ограничены в движениях, либо просто у них штаны не такие, как у тебя, да, и они почему-то вам не нравятся, потому что они могут быть настоящими друзьями. Еще делать иголки? Да. Сколько? Много? Много. Много? Вот у нас уже получился вот такой игрушек. Вот, смотрите, еж, такой, давай быстрее мы делаем иголки. На, держи. А то, наверное, хотя, ребята, если вы делаете с нами, вы можете успевать, а можете и не успевать, да? Вы можете в любое время остановить запись. Остановить запись, поставить на паузу, а потом опять включить. Либо отмотать на начало, еще раз посмотреть мультик, да? Да. Узнать о чем там. Вот. Или послушать нас, мы тоже много интересного с Домиркой знаем и рассказали вам сегодня. А еще лучше читайте книжки, смотрите добрые, интересные мультфильмы. Да. И расскажите об этом друзьям. И когда вы, например, сидите и не знаете, чем себя занять, вытаскиваете коробку пластилина, придумываете сказку, лепите вместе героев и играйте. Давай. Это очень-очень объединяет. Вы тоже можете сразу увидеть, кто друг, а кто не друг. Кстати, я хотела кое-что рассказать. Давай. Вам лучше бы смотреть полезные мультфильмы или какие-нибудь там ютуберов. А то мы один раз с Соней. Это наша сестренка. Да. Вот она, наверное, и пришла, да? Или, скорее всего, друзья уже зовут погулять. Мы один раз хотели себе пощекотать нервы. Пощекотать нервы иногда с друзьями можно, да? Ну и что случилось, когда вы решили себе пощекотать с нервами? Да, чтобы мы смотрели кино. Посмотрели кино. 16 плюс, только лучше вам его не смотреть. Перед сном особенно, да? Да. Но мы его утром смотрели. Утром, но все равно смотрели. Все равно не надо. Возраст, если 16 плюс, то это для старших детей, у которых уже нервная система устойчивая. А маленьким детям лучше смотреть в кино или мультике, где написано ваш возраст. Ну, я уже привык к таким. Да. Все, иголки у нас закончились? Но лучше я потом чуть позже расскажу, как это называть кино. Ой, лучше такое страшное кино не надо. Ты, наверное, плохо спал потом, да? Хорошо спал? Замечательно. Ну, кино, наверное, было интересно. Ну, что? Давай, я подержу ежика. Давай, делай. Вот такой у нас ежик иголистый-прииголистый. Прям как шоколадный ежик. Его хочется съесть, наверное. Давай, делай ему ноги. Только чтобы все видели, что ты там делаешь. Шарики? Да. Давай, делай шарики. Вот там уже у нас друзья стоят на пороге. Наверное, уже Домирку ждут гулять. И сейчас он им пойдет, расскажет сказку про дружбу, да? И вынесет персонажей с ними вместе поиграть. Либо мы их сначала заберем, сейчас лето, да? Пластилин может таять. Мы их можем засунуть в холодильник, чтобы они у нас чуть-чуть примерзли и не расплылись, как шоколадные конфеты. Ну, давай. Да. А, кстати, я хотела кое-что сказать. Давай. Вот смотрите, если вы очень маленькие дети, то вы можете всегда какую-нибудь вкусняшку положить под подушку или денежку. И вам принесут что-то. Мне сегодня принесли две шоколадки за один рубль. Да ты что? А кто же тебе приносит шоколадки за один рубль под подушку-то? Ангелы. Ангелы. То есть у тебя есть ангелы? Да. А кто такие ангелы-то? Ангелы это как мы, только с крышками. И что они делают? Они защищают тебя от всякой нечисти или... Когда тебе страшно, да? Да. Или помогают тебе. Или помогают тебе. Помогают тебе. А еще лучше, они всегда приносят под подушку конфеты. Да? Только не забудьте сказать родителям, да, чтобы вы положили под подушку что-то, да? И вы ждете, что вы хотите получить. Только я хотела сказать то, что лучше не класть под подушку вот в выходные. Нужно либо в воскресенье, либо в понедельник. На будни, да? Да. На будни. Вот. Смотрите, наши герои готовы. Наши герои готовы. И наш ежик стоит. Наш ежик стоит. Смотрите, как здорово. Я быстренько. Наши герои. Ну все, да, Мирка, пока. Я быстренько. Быстренько ты вернешься. Да, Мир у нас побежал навстречу друзьям. А мы, смотрите, будем с вами. Вот это наш зайка. Вот это наша мышка. Вот это наш ежик. А это наша бабочка. Герои сегодняшнего мастер-класса. Так, Дамир возвращается. Смотрите, как здорово у нас все получилось. Экспертер пришел. Вот, Дамир принес эксперта, нашего кота. Наверное, ему все очень понравится. Ну что, ребята, встречаемся с вами в другой мастер-классе. Всем пока-пока. Вот, посмотрите, какие герои у нас получились. Вот это заяц с морковкой. Вот такой. Вот это бабочка, которая может летать. А если вы ее поставите еще на палочку, она будет у вас парить. Это у нас мышка. Нарушка. Сыра. Замечательная мышка. И это у нас, посмотрите, какой колючий-колючий ежик вышел. Ну а это у нас Дамирка, который участвовал в сегодняшнем мастер-классе. Всем привет. Всем привет. Ну, и что ты хочешь с детям сказать? Я хотела сказать, что пробуйте также. Если что-то будет сложно, то зовите родителей или своих старших братов, или сестер. Ну а сейчас куда? Губ. Бегать. Бегом, убегаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...